Пока дети спят и видят добрые сны, он поправляет им одеяло, наводит порядок в игровой. Вячеслав Белых работает воспитателем всего полгода. Мастер спорта России под Хэквондо он около 8 лет тренировал детей. Воспитывал призеров всероссийских соревнований. Детский центр «Семушка» пришел тренером. Когда предложили стать воспитателем, не отказался и не жалеет. Папы зарабатывают деньги и не могут уделять детям столько внимания, сколько мамы. А мужчина-воспитатель – большая редкость. У нас везде женское воспитание. А если взять прежние времена, в семье были гувернеры-мужчины. И мужское воспитание должно присутствовать. Это важно и для мальчиков, и для девочек. Для детского центра Вячеслав стал настоящей находкой. Большое внимание уделяет физическому развитию малышей. Стремится сделать их сильными и здоровыми. Проводит спортивные мероприятия. Мне нравится самому наблюдать то, как ребенок вырос под моим руководством. Когда он приходит, он не может ни отжаться, ни прыгнуть, элементарных вещей сделать. То есть не может. А проходит месяц, два, три. Ребенок что-то делает. И не только в спорте. Всей группой мастерили макет города. В преддверии дня космонавтики – занятие о космосе. Самое время делать ракеты. С таким воспитателем и в космос не страшно. У него всегда порядок. Мы идем на прогулку. У меня, наверное, такое где-то тоже есть внутри. Я чувствую себя некомфортно, если какого-то ребенка не заправил футболку, штаны. Чтобы он был одет, обут, не завязан. Шарф или шапка у него на бок, ухо открыто. Каждому ребенку как к собственному. У молодого человека подрастает сын. Вячеслав учит детей и сам учится у них. Путь к совершенствованию проходят вместе. Нужно быть, прежде всего, искренним перед детьми. Не стоит обманывать их. Не стоит показывать свою наигранность. Откровенно относиться к детям. Бросается в глаза спокойствие и невероятное терпение. Самообладание и умение держать эмоции под контролем. Разве что в такие минуты Вячеслав и сам снова становится ребенком.